Негор, у нас есть такая теория, вернее, есть теория, которую придумал и вывел мультимиллионер Роберт Киосаки. И этот квадрат определяет, в каком квадратике, в каком сегменте каждый человек находится. Теперь я тебе разнесу по каждому сегменту принципиально. Первый левый квадратик, квадрат Р. Что за квадрат этот? Это квадрат люди, работа по найму. Что она из себя представляет? То есть мы ходим на наемную работу. А еще есть такое классное изречение, 40-40-40. Что это означает? 40 часов в неделю, 40 стажа и 40% от минимальной зарплаты на выходе, это к пенсии. Согласны со мной, Егор? Согласна. Все, есть такое, да. Что мы имеем в виду, по словам, работа на найму? То есть мы идем в организацию, работаем, и нам платят ровно столько, сколько, чтобы мы не ушли. То есть на выходе у нас, мы работаем, у кого там пятидневка, у кого вообще есть без выходных. То есть мы предоставлены, то есть нас наняли, в принципе. И мы работаем, у нас нет ни личного времени, ни карьерного роста, нет. Есть, конечно, работа, которая карьерная, но прежде чем подняться для высокого уровня, нужно как бы время, большое время. Вот. Если мы не будем работать, у нас что на выходе? У нас, соответственно, не будет денег, правильно? Правильно. Время у нас будет, но денег у нас не будет. То есть мы зависимы от нашей работы, то есть уходит наше время, отсутствие выбора. Ну, есть выбор, мы просто увольняемся с одной работы и трудоустроимся в другое место. Но итог он один и тот же. Мы также находимся в этом сегменте, у нас опять же не хватает времени. И еще кто-то правильно изрекает, что сегмент работа, как приравнивается к слову сокращенно раб. А это не смешно на минуточку. Раньше раб, на что он мог рассчитывать? На кров и на еду. То есть мы, смотри, мы получаем, ну, зарплату, мы можем что-то обеспечивать себя едой. Ну, хорошо, если ухода бедная на одежду, я уже не говорю о капитальных ремонтах. И кров, это то, что мы за что можем платить? Кварплату это. Мы на нашу работу, извините, ни недвижимость, ни что-то такое объемное, мы не можем купить. Если, то, конечно, будем годами что-то копить, копить может быть. Если оно не повысится в ценах, не купим. Вот поэтому в этом квадранте самый такой неприятный момент, что мы не имеем на выходе особо времени. А если мы имеем время, то мы не имеем денег, потому что мы тогда без денег. И этот квадрант сам каждый для себя выбирает. Хочет он на себе оставаться, либо уходит от этого, и мы плавно переходим к следующему нижнему сегменту, который называется малый бизнесмен. То есть малый бизнес, это люди, которые занимаются своим бизнесом, что он может открыть какой-нибудь, там, не знаю, салон, парикмахерскую, допустим. Он уже работает в этом сегменте на себя, то есть он чуть повыше сегмента R, но на выходе у него есть такой выбор, либо есть время, либо деньги. Смотри, вот ты работаешь, вот ты на себя, то есть, соответственно, ты там платишь аренду, там, работникам, если ты нанимаешь там у себя, ну, в той же парикмахерской. И все, за это нужно платить. Как только ты, ну, там же так же, может, к этим юристам, врачи, которые хотят частную клинику открыть, вот те люди, они имеют деньги, но на выходе, когда они захотят отдохнуть, то есть у них вся эта работа, их встает. Вот, то есть все, денег, поток денег не идет, получается, вроде бы они и имеют деньги, но времени, опять же, они не имеют, то есть все у них встает. Вот, и говорят, что вот в этом сегменте R и M, то есть либо есть деньги, либо есть время, а именно два пути, и деньги, и времени в этих двух секторах ты не имеешь, то есть ты не можешь довольствоваться этим. Верно, Негор? Конечно, согласна. Вот, согласна. Мы теперь переходим плавно уже в верхний правый сегмент, который называется большой бизнес, бизнесмен. Что это такое? Ну, теперь на бизнесмена работает уже, говорят, время, время других людей. То есть бизнесмен может нанять столько людей, то есть, допустим, и его люди уже работают, а он просто может сидеть и управлять этими людьми. Достаточно там, я не знаю, несколько людей, не обязательно большая толпа народа. То есть он управляет несколькими людьми, которые знают эти рычаги, и эти люди, пускай будет там 5-10 человек максимум, и они на весь поток, они распределяются и руководят, то есть идет. Что мы подразумеваем в большом бизнесе? Это может быть традиционный бизнес, правильно? Там большие магазины в виде ашанов, правильно? Да, бизнес, как бы большой бизнес, это хорошо, но это нужно, что для этого, чтобы открыть? Соответственно, деньги. Деньги есть, ты открываешь, но ты должен учитывать то, что ты можешь как бы нестабильно, то, что можно и не может пойти не совсем бизнес в том плане, что очень много сейчас все открывают точки эти магазины. То есть нужно быть настолько на 3-4 шага впереди, как знать и как удержать этот бизнес. Вот в чем фишечка. То есть если ты хочешь быть на сегменте бизнесмена, то есть нужно продумывать и прекрасно стоять на плаву, чтобы быть четко под тобой фундамент был, то есть все трезво рассуждать. Второй вид бизнесмена, которым можно получить неплохие деньги, но нужно, чтобы был бизнес, это франшиза. Ты что-нибудь такое слышала? Франшиза в виде, вот есть такой бренд Макдональдс. Слышала такое? А, конечно. Да, это готовая уже продукция. То есть получается рекламу, вот эту весь стиль Макдональдса, пускай будем мы на примере Макдональдса, уже придумано. Нам что для этого нужно? Только большие деньги мы платим за эту франшизу. Но есть такой риск, что, извини меня, где ты можешь находиться в своем, может быть, небольшом городе, и твоя эта франшиза не пройдет. Ну, мало ли, там, кто-то не ходит, не кто-то, там, этот Макдональдс, не все захотят в эти фастфуды. Это в больших городах, да, классно, где он уже свой бренд. Но франшизу тоже, на секундочку, допускать тех людей, которые пришли с улицы, у которых мало того, что есть деньги, а еще есть, как бы, есть опыт в этом. То есть каких-то простых дилетантов они в эту франшизу не пустят. Это все-таки уже закономированный бренд. И как бы просто так, новичка в этот бизнес, мало кто пустит. И третье ветвение в бизнесе, это MLM, MLM бизнес, это переводится multi-level business, многоуровневый маркетинг. Понятно? Понятно. Что для него нужно? А тут не нужно, то есть на примере традиционного нужны деньги, на примере франшизы нужны деньги, в MLM деньги не нужны. Здесь нужна активность и идея, а еще мышление. Все, твоя активность. Никаких затрат тут нету. Вот. И то есть ты хочешь быть на уровне, сохраняться на этом сегменте бизнесмена, вот тебе прямой путь в MLM, многоуровневый маркетинг. А еще мы поговорим, нижние сегменты тоже немаловажные. Картинка там что-то. А, это у тебя или у меня картинка? А, извиняюсь. Картинка у меня, думала, у тебя. Извините. Вот, все хорошо, смотри. И поговорим у нас о инвесторах. У инвестора люди, которые управляют уже, то есть смотри, в бизнесе управляешь в сегменте R и M, либо деньги, либо время, а у большого бизнесмена в большом бизнесе уже играет роль время других людей. А у инвестора играет роль деньги других людей, то есть он инвестирует, он бизнесмен большой буквы, то есть он инвестирует в акции, в облигации, в разную недвижимость. То есть ты можешь даже на уровне бизнесмена плавно перейти в сегмент и инвестором быть, когда действительно у тебя уже будет капитал, ты можешь приобретать определенные инвестиции делать, либо в недвижимость и спокойно зарабатывать деньги. Вот неплохо говорят, допустим, смотри, приобрел ты, допустим, у тебя есть 5 квартир. Классно, да, даже на секундочку задуматься. 5 квартир. И все эти, каждая квартира тебе, ты сдаешь в аренду, каждая квартира тебе ежемесячно дает прибыль 20 тысяч. То есть ты в месяц получаешь за все эти 5 квартир 100 тысяч. Ты уехала куда-нибудь в отпуск, насобирала, накопила, уехала. У тебя после этого деньги будут на тебя работать? Или ты, или как ты думаешь, вот в секторе инвестор, ты думаешь, вот ты уехала куда-нибудь отдыхать там с семьей, у тебя деньги закончились в этом потоке? Как ты думаешь? Ну, конечно, заканчивает. Нет, не гор, не закончились. Смотри, ты так же, как сдавала, ну ты уехала, насобирала 100 тысяч и поехала отдыхать в семье, правильно? А через месяц у тебя опять поток. А, если мне это 100 тысяч заканчивает. Ну, 100 тысяч заканчивается, это да. Да. Но ты приехала с отдыха, у тебя следующий месяц, и опять 100 тысяч в прибыль у тебя, правильно? Да, 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 правильно. То есть это большой плюс, то есть у тебя есть в этом секторе самое главное, это что деньги и время, то что немаловажно. Ну, чтобы говорят, о, блин, классно же, еще 5 квартир нужно заиметь. Вот как раз-таки в МЛМ есть такая вероятность, что ты можешь уже на директоровских уровнях получать и зарабатывать, и покупать себе там недвижимость, что-то там хочешь, себе те пассивные доходы, на которые будут тебе потом приносить доход. Неплохо, слушай? Конечно, неплохо. Я бы тоже хотела 5 квартир. Мы хотят 2. Сразу 5. Так, по квадранту тебе понятно, Егор? Да, понятно, я все понимаю. Если непонятно, задавай вопросики. Да, задавай обязательно вопросики. Да, да, да. Самый глупый вопрос, незаданный вопрос. Да, да, да. Ну, в принципе, я пока думаю, вопрос как-то не появился еще. Теперь гуманарно. Потом будешь задавать в конце. Я единственное хотела... А какой я вопрос сразу сдаю? Ремарочку хотела добавить небольшую. Да, конечно. Ты все замечательно рассказала. Смотри, вот по квадранту работа по найму. Но это касаемо, кстати, людей, которые приезжают. Особенно. Я просто всегда на этом делаю ответ. Ну, как бы, наверное, все-таки видео будет еще посвящено людям, которые приезжают сюда, на территорию России. Да, мы тоже в их числе были с тобой. Да, и сейчас Егор на данный момент. Смотрите, я объясню почему. Потому что вот работа по найму, она на самом деле не дает людям гарантий никаких. Потому что здесь ограниченная зарплата. То есть человек, особенно людям, которые приезжают сюда, всегда дает самые низкооплачиваемые работы с одним выходным в месяц. Это очень глобальная тема. Вот. Здесь риск увольнения. То есть именно человека приезжают в первую очередь уволят всегда, потому что он как бы... За него очень много налогов надо платить и все остальное. Это касается гражданин России. Ну, как бы, я не делаю приоритетов, но я делаю на этом акцент, чтобы люди понимали, что они всегда могут быть уволены. В этом квадранте есть зависимость. Потому что если ты не работаешь, то у тебя нет денег. Ты всегда зависим от этой работы. Нет работы – нет денег. То есть, короче, очень сложная жизнь выживания. И здесь еще имеет значение в этом квадранте возраст. То есть если ты молодой, здоровый, ты еще как-то годишься на работу. Любую, да. Если тебе, извини, уже за 40 или ближе к 40, а уже если 50, я вообще молчу. Тебя вообще на работу стараются не брать. То есть дадут самую-самую-самую того, что там... То есть из людей молодых выберут быстрее, чем нежели человека, который в возрасте. Поэтому в этом квадранте очень опасно быть немолодым, скажем правильно. Вот. Если, допустим, ты работаешь, и пришел молодой сотрудник, от тебя постараются избавить. Неважно, какой бы ты там умный бы не был, с какими-то высшими образованиями количествами, все равно приоритет быть на молодого сотрудника. Вот. Отсутствие выбора. Выбор без выбора. То есть есть работа, и из работы выбираешь, опять же, работу. То есть ты постоянно от работы к работе идешь. В качестве того, что ко мне звонят люди, находятся на основной работе, все время ищут подработки. Подработка, подработка актуальна, особенно среди... Ну, как бы и среди всех. Даже находясь здесь, граждане России, они тоже нахожусь в бизнесе, основная работа есть, нужна еще подработка. Хочу еще дополнительный доход. Все ищут дополнительный доход. Поэтому в этом квадранте R мы всегда зависим от денег, и у нас их практически нет всегда. У нас здесь ограниченное время и ограниченные деньги. То есть в квадранте M – это собственный малый бизнес. Здесь мы тоже побольше денег чуть-чуть, но мы тоже ограничены и в деньгах, и во времени. Потому что если ты в этом бизнесе не находишься, этот бизнес разваливается без тебя. Просто я знаю, что это такое, я сама занималась этим бизнесом. Нет меня – нет бизнеса. Есть я – есть бизнес. То есть я не могу ни отдохнуть, ни поехать никуда нормально. Я все время думаю о бизнесе. Вот. Вот про этот квадрант. А здесь, а мы в квадранте I – мы становимся инвесторами, когда мы работаем в мульти-левел маркетинг, сетевой маркетинг. Потому что мы создаем директорские команды, и эти директорские команды, по сути, это наши 5 квартир. Ну, 5, там, 10, 12. Кому, конечно, какой нравится доход, соответственно, больше директорских групп. Потом и попозже об этом поговорим. Вот как бы марочка, которую я хотела добавить. Ага, спасибо. Ага, что-то. Никор, не появились вопросики, да? У нее потом появится вопрос. Глаз пропадал вообще. Да. Ну, это если что, там для себя отмечай, если что-то там это. Какие-то вопросы будут, процессы возникать. Вот, смотри. На фамика? Да. Вопросы появились у кого-то. Вот. Теперь у нас 5 вопросов. В чем же смысл бизнеса? Что нужно делать? Откуда здесь деньги? Кто будет помогать? И что я получу в результате? Это 5 основных вопросов. Так. Вот. Что-то Негора у нас вышла. Негора вышла? Ага. Ждем. Ага. Мне кажется, ее отвлекли. Я тоже так думаю. Мол, сколько ракушек. Он большой. И тебе маленький надо. На море надо идти. Да нет. Когда-то... Ну что, давай, может, продолжишь, потом, если что, присоединим, да расскажем. Я? Да, ну давай, смотри. В чем смысл бизнеса? В чем смысл бизнеса? Тут у нас такая фишечка работает, как сарафанное радио. Посмотрите. Мы рассказываем людям об идее. Допустим, пошла, сходила в магазин, рассказала своему знакомому. Представляешь, сегодня видел. Вы специально разговариваете так громко, оживленно, товарищи? Потише можно? Потише разговаривайте. Пришла и сказала, представляешь, тут в магазине такая фишка, так товар такой по такой скидке. То есть, что делает человек знакомый? То есть, слушай тебя. То есть, тут играет роль рекомендации. Также в этом бизнесе. Мы, считай, получается, без посредников приобретаем товар за, получается, если он на прилавок нам попадает, что получается, в тысячу раз, да, на киноксинка? Да, 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 все верно. В тысячу процентов. То есть, идея бизнеса в том, что, как бы, тот товар, который попадает на прилавок в магазины, он уже с накруткой в тысячу процентов. А здесь же такая фишечка, что мы можем, независимо от посредников, то есть, получается, напрямую от человека, от завода к человеку попадает товар, и мы получаем еще и с 20-ти процентной скидкой. То есть, смотрите, классно же, блин, где ты можешь в магазине прийти, купить тот же шампунчик за пределы суммы, там, 80 рублей. Еще при этом набрать себе домой в свою сумочку, как бы, и тебе еще возвратом будет на начальных этапах, там, сколько, ну, пускай будет кэшбэк даже 700 рублей. Да есть это в какой-нибудь магазине? Да нету. Вот. А за что платит нам компания? То, что мы, мы выдаем идею этого, как идея в этом бизнесе, что мы товар сами продвигаем, без посредников, без рекламы, мы ее, соответственно, реклам, ну, в принципе, Арифлэйм, она и не нуждается в рекламе. И логистика вот этой занимается сама компания, а мы ее только продвигаем. И в этом суть бизнеса. И компания Арифлэйм нам за это и платит, чтобы мы его товар просто продвигали. И тем самым был товарооборот, большой товарооборот, большой поток денег. Все правильно. Ну, мы продвигаем его не самостоятельно, просто за счет потребительской способности каждого человека продвигаем его. Да, да. Все верно. Все верно. Угу. Угу. Ну, получается, образно, я сейчас это подытожу немножко. Значит, в чем смысл нашего, в чем смысл бизнеса? Обычный товар поставляется с завода, с наценкой, допустим, 10 рублей с завода, да, а с тысячной накруткой, то есть, получается, посредники, доставка, аренда, там, зарплата продавцов, соответственно, все это вместе суммируется тысячи процентов накруткой. То есть, 10-рублевый товар на рынок, на прилавке магазина попадает с наценкой уже 100 рублей, то есть, тысячи процентов накрутка. Вот, как бы, что обычно предлагают обычные производители, которые привозят на обычный... Вот следующий слайд. Угу. Так, наше предложение. Что оно входит? То есть, нам компания предоставляет покупать продукцию 20-процентной скидкой. И те, которые хотят получить такой дисконт, классное предложение, соответственно, как бы контактируют с консультантами и получают эту 20-процентную скидочку. То есть, мы при этом рассказываем суть бизнеса, какой товар у нас. Люди сейчас во многих местах уже очень редко покупают не в магазинах, а в интернет-магазинах. То есть, соответственно, заказал. И как вы думаете, почему... Ну, это еще, может быть, плюс к предыдущему слайду, то есть, выгода. То есть, интернет-магазины, почему там такие заниженные цены? Потому что напрямую идут продажи. То есть, никакой рекламы нету, никаких наценок нету. То есть, человек заказал через интернет-магазин, все, и ему, как бы, там, с доставочкой, или он сам там в сервисном центре приобрел этот товар, который он выбрал. То есть, по оптимальной, выгодной цене. Да, еще при этом получил скидочку, этот кэшбэк себе на счет. Вот. Что... Подожди, а вот почему он пишет? От 3 до 22, это уже на уровне директорских, да? Вот это же идет. Нет, от 3 до 2, 22 процента, это мы говорим о наших 8 видах дохода. Это мы говорим о том человеке, который находится посередине, то есть, дистрибьютор компании «Арифлейн». То есть, мы, получается, от завода, через нас, мы являемся, как бы, посередине, мы дистрибьюторы. И нам достается, вот нам лично достается от 3 до 22 процентов 8 видов дохода, которых мы рассказываем в следующем слайде. Да, но при этом, как бы, предлагается, чтобы было, как бы, мы подходили к этим видам дохода, к 8 видам, чтобы у нас это все, соответственно, получалось. То есть, нужно нам выполнять 3 условия. Это приглашать, потреблять, то есть, любить вот эту продукцию и потреблять, и посещать, обучение. Обучаться и посещать, обучение. Так, откуда же, давайте разберем, откуда же здесь денежки? Так, денежки. Прежде чем разобраться, мы на каждом каталоге видим, под каждым товаром подписан балбонус. Да, все верно. Вот, что это такое? Балбонус – это внутренняя валюта. Что это такое вообще, с чем ее едят? Внутренняя валюта, так как Арифлейм сотрудничает с более 60 странами, и в каждой стране своя валюта. То есть, там, в Казахстане – тенге, в Японии, в Китае – юань, иена какие-то свои. То есть, чтобы компании было легче считать, просчитывать, он ставит эту фишечку балбонусов, и в России балбонус, скажем, за один балбонус, приравнивается к 40 рублям. То есть, легче ему так считать, проще выдавать там деньги, то есть, перечислять. Вот, что мы делаем? Обязательное условие компании – потреблять товар на 150 баллов. Как мы это можем сделать? Да легко. Взгляните в ванную, смотрите, что у вас там закончилось, мыльно-рыльно. Достаточно 50 баллов. Ну, я думаю, что у каждого там много чего закончилось. Да если ты не можешь на эти 50 баллов, ну, ходи там по соседям своим, да у них что-нибудь наберется. Это эти 50 баллов, мне кажется, может сделать любой. Потом следующие 50 баллов. Мы, у нас есть у всех знакомые, родня, там, кто там еще может быть. Коллеги, вот, дай им эту скидочку. 50 баллов они, я думаю, легко тебе сделают. И следующие 50 баллов. То есть, уже 50 там, 50 там, уже 100 баллов уже есть. И следующие 50 баллов. Никто не отменял всякие там празднества, подарки и торжества. Все, ты пошел кому-то на день рождения, вот, заказал себе на 50 баллов какой-то подарочек, все. И все твои 150 баллов сделаны. То есть, это обязательное задание. Условия мы выполнили. И ничего страшного в этом нету. То есть, не можешь сам поделись этой скидкой. Люди тебе поддерживают, я так думаю, что не будь жадиной поделись этой скидкой. Да, с удовольствием тебе даже с 20% скидкой, да, это любой-то все воспримет и еще спросит. Да, да, еще. Уверена. Так, что же, какая же еще фишечка? Ну, нужно нам научиться найти себе, ну, прежде чем, конечно, найти себе партнеров, а мы хотим, конечно, создавать более долгосрочные партнерские отношения, ну, как минимум нужно найти себе три ключевых партнера. Три ключевых партнера, и мы уж тогда уже создаем групповой товарооборот. Научить, найти себе три партнера и научить этих партнеров, также каждого из своих последующих партнеров научиться этому же. Главное правило, больше ничего, никаких замудренностей нет. Научить сама, научить своих партнеров и научить партнеров, чтобы своих последующих партнеров этим же занимались и обучались. То есть довести до партнера идею эту зарабатывания здесь денег. Совершенно. Да, и на выходе, соответственно, уже забегая наперед, конечно, кто уже хочет все и сразу, и получить, и говорит, а где же деньги, как же их получить, да легко тогда создать партнерско-потребительскую сеть, делай товарооборот групповой, 7,5 тысяч баллов, и выходи на уровень директора. Это я так на минуточку быстренько забежала. Это для тех, которые хотят прийти и сразу получить деньги. Ну и при этом еще 8 каталожных периодов продержаться легко. И все. И у тебя директорский бонус в кармане. Все в жизни делается, на самом деле, все легко. Не надо усложнять. Это мы все усложняем, да. А если постепенно, поступенчато, то есть мы на первых этапах лично сделали личный товарооборот, ЛТО сокращенно, сделали 150 балл бонусов, блин. И на секундочку вышли на уровень трехпроцентника. Что мы на выходе имеем с трехпроцентником? Ну, как минимум, что мы имеем? Приобрели товар с 20% скидкой и еще получили кэшбэк. Сколько у нас там получается? 700 рублей? Нет, от 800 до 1000 рублей кэшбэк. То есть последующая твоя покупочка уже может быть за минус 800 тысяч рублей. То есть ты накупил на 4000, а у тебя уже на выходе ты можешь и 3000 оплатить свою покупочку. Это всего лишь первая ступенька. Ну, скажу честно, 3%, 6%, в которых 450 балл бонусов, мы еще сами сможем худо-бедно сделать, как-то покарабкаться. А вот последующие 9%, которые нужно уже делать, 900, мы уже самостоятельно не сможем. И для этого мы, опять же, заглядывая назад, это и нужно нам приглашение наших партнеров, наших ключиков, которые потом, в последующем, мы общий делаем, общий товарооборот, как называется, групповой ГТО, групповой товарооборот. ГТО, 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 кто знал, на ГТО называется? Да, да, вот, и на уровне 9%, где у нас на выходе должно быть 900 бонус баллов. Да, совершенно верно. Да. Вот. А еще компания постоянно такие вкусняшки нам подкидывает, в виде акций, в виде подарочков. И еще есть в Арифлэме 4 шага, начальных 4 шага, где, на секундочку заметить, от 3%-ника, где мы получаем классной серии молокомед, кремушки, крем для тела, для ручек. А на четвертом шаге мы получаем из серии продукции Wellness, здоровое питание, образ жизни. А он, на секундочку, стоит по каталожному, по цене каталога 2,800, 2,600, извините. 2,600, да, да. Ну, круто, слушайте, получить на четвертом уровне просто так бесплатно за 2,600. На четвертом шаге, да. Да, такие крутые подарки, кто мне дарит, да. Да, вообще, как бы. Она очень щедро ценит своих дистрибьюторов и очень хорошо щедро одаривает. На четвертых этапах. Все верно. Просто один раз ты нашел трех партнеров, научил их, научил их, чтобы они научили своих последующих партнеров довести эту идею. И все, мы делаем групповой товарооборот и растем. Растем. 12-процентных у нас должен быть групповой товарооборот. 1,800. Болбанусов. Болбанусов. Что ж такое у меня? Да, Болбанусов. Болбанусов. Балов скажи, да и все, ты это мучаешься. Да, Болбанусов. Болбанус, Болбанус, мучаешься. Короче, 1,800 баллов. Вот. Да, вот все. Да. И на выходе, опять же, мы уже в районе, если с трех процентов мы получали от 800 до 1000 возвратом кэшбэн, то на уровне 12-процентника мы уже на секундочку уже получаем где-то в районе 2-3 тысяч. То есть, купил ты товар на все те же 150, сделал 150 баллов на 6 тысяч, и тебе уже товар обходится не в 6 тысяч, а те же 4 тысячи. То есть, экономия 2 тысячи. Это вообще круто. То есть, на эти 2 тысячи можешь еще что-то себе приобрести. Почему бы и нет? И так, чем больше товарооборот, тем мы поднимаемся на каждую ступеньку выше. И главомерно, да, подходим к ступенечке 22%. Я хотела добавить еще 150 баллов. Во-первых, это первое. Мы сразу быстро по карьерной лестнице, по плану успеха, по карьерной лестнице нашей идем. Мы сразу становимся консультантом 3%. Во-вторых, это очень классно. Ты уже не получаешь продукцию. В следующем каталоге ты получаешь продукцию не с 20% скидкой, а становишься участником премьер-клуба и получается 32% скидка в какую-то продукцию. Третий момент. У тебя есть возвратная сумма. То есть, вот этот самый кэшбэк, да, от 800 до 1000 рублей. Вот. Если, соответственно, ты делаешь не 150 баллов, а больше, то там уже почти до 1000 с лишним, ну, там, полторы тысячи. И что еще самое основное, почему мы всегда озвучим об этих 150 баллов, это главное условие компании, чтобы мы могли квалифицироваться и поехать в путешествие с компанией Арифлейм. То есть мы, это пропускная система в наши путешествия, в наши автобонусы, в наши директорские доходы. Это обязательное условие для компании в плане успеха прописано, чтобы мы делали 150 баллов. Но она не говорит, чтобы мы делали ее собственными руками. Мы говорим о том, чтобы можно сделать эти 150 баллов в эквиваленте 6000 рублей на российские рубли. Это мы можем сделать с помощью потребителей окружающих нас. То есть наших близких, родных, знакомых, подруг, сослуживцев. И всем остальным мы можем просто дать возможность покупать в нашем личном кабинете интернет-магазина компании Арифлейм. Вот и все. Но 150 баллов – это пропускная система в наш мир доходов, путешествий и возможностей, правильно сказать. Поэтому если человеку нужны эти возможности, лучше организовать, это все-таки бизнес, организовать 150 баллов. Я думаю, что это не такие уж и большие, великие деньги. И человек, который с мышлением бизнесмена, подойдет к этому именно правильно. А еще нужно немножечко дорассказать, что вот этот доход, который выплачивает компания, заложен в стоимость товара. То есть товар уже у нас, как получается, 120-процентной скидкой? Нет, на товар весь, общий товар стоит, 120% вложено уже сразу в сам товар. То есть 120% он уже вложен в сам товар. И расшифровка, 20% идет вот эта самая немедленная прибыль с каталога, когда люди зарабатывают. И мы, консультанты, получаем 20% на скидку. Вот это самое 20%, который попадает именно уже между дистрибьютором и человеком, который покупает по каталогу. А вот это 32% это вложено в наши самые путешествия, автобонусы и наши доходы и долларовые премии. Вот это все вложено в эти 32%. Ведь на самом деле, казалось бы, 32% кажется не таким большим-большим процентом. На самом деле это шикарный процент. Это люди, которые работают с снабженцами, есть такое слово «откат». Когда им говоришь, они все понимают. Когда ты работаешь и привозишь товар, например, определенный на какое-то производство, и ты получаешь откат в виде 10%. Вот в нашем случае мы получаем откат до 32%. Это, вы знаете, это мечта любого снабженца – получать такие проценты откатом. Это очень круто. Ну да, очень круто, да. А всего остальную сумму компания забирает себе на развитие своих центров, заводов. У нас есть, кстати, несколько научных центров, где каждый раз разрабатывают технологию, нанотехнологию наших кремов, шампуни, гели для душа, мыла. Потому что каждый год нам улучшают, то есть каждые два года, еще нам на прилавке, вернее, на каталог еще не вышел товар, продукция, кремов, но ее уже разрабатывают за два года вперед. То есть компания думает, продумывает каждый наш продукт, который появится в нашем каталоге, за два года вперед. Представляете, насколько компания шагает всеми мильными шагами, и она думает о будущем у нас. То есть мы на данный момент сейчас только видим, что у нас каталоги, а у нас есть продукция, которая разрабатывается уже в научных центрах, которую мы увидим через два года в наших новых каталогах. Ну да, все верно. Так, кстати, полежа, я поговорю, я не знала. Ой, так, что, два по два? Два по два. Да. Есть даже книжка написанная, она называется... Как она называется? На салфетках. А, 10 уроков на салфетках. 10 уроков на салфетках. Думфайл. А почему... Да, написал Думфайл. А почему вы думаете, именно так она называется? Да, потому что все крупные бизнесмены встречаются где? В кафешках, в ресторанах. И под рукой у них всегда есть ручка с собой. И подручное что? Всегда есть салфетки на столе. И чтобы проще донести до партнера всю вот эту идею, идеи компании, то есть бизнесмен берет салфетку и все расписывает. Что он для этого делает? Простая арифметика. Два. Ты приглашаешь двух человек и учишь приглашать также этих двух, чтобы они своих людей приглашали два. Вот уже у вас на выходе два по два. То есть два уже четыре. Дважды два, четыре. Затем в последующем те же четверо уже, опять же, учатся уже каждый по одному, уже четыре, уже четыре, то есть прибавляем каждый по два уже на выходе восемь. И так в последующем получается каждый партнер приглашает также по два человека. Да, и на выходе в это двоечка нам, ну, до того же до бесконечности, конечно, мы на примере 16 человек. Достаточно на примере посмотреть цифра троечка, где мы добавляем просто одного человека плюс один, где мы уже не двоим людям объясняем эту идею, а уже троим людям, троим партнерам. Троим партнерам объясняем и доводим эту идею и учим этих партнеров, чтобы они своих же партнеров научили в последующем донести эту идею. То есть трое доносят идею своим троим. И уже на выходе девять. Да, дочь. Я читала это, это, и вот это, и это. Я тебе как учила? По главам, дочь, по главам. По главам. А здесь нету по главам. Есть, вот новая страничка. Мне чем нравится наш бизнес, то мы можем этот бизнес замечать со своей, не выходя из дома, и находиться постоянно со своими близкими и родными, семьёй со своей. Тоже хотел на это актера сделать. Да, всё верно. Вот, и также по следующим. Добавляем плюс один, уже не троих, а четверых людей мы находим, доносим идею, обучаем их. И обучаем, чтобы они своих дальнейших партнеров тоже само обучали. Сначала мы находим четверых. Эти люди четверо находят ещё по четыре человека. На выходе уже шестнадцать. Эти шестнадцать на выходе находят ещё четверых. Уже на выходе шестьдесят четыре. И так по следующим двести пятьдесят шесть. К чему я веду? То, что мы плавно, равномерно хотим донести идею, за что же платят деньги в компании. Компания платит нам деньги, чтобы мы наращивали директорские уровни, выращивали, сами поднимались на директорские уровни и под собой ещё наращивали эти ветки директорские. А для этого нам что нужно? Соответственно, товарооборот, чтобы у нас товарооборот увеличился. А это можно сделать только групповые, создавая партнёрско-потребительские отношения. Отношения, да. И, соответственно, вот то большое количество, оно на выходе, каждый, если на секунду задуматься, делает по сто пятьдесят баллов, уже, соответственно, мы приближаемся к самой идее, к самой вот этой выгоде, к чему мы сюда и пришли, получить деньги. Ага. Двадцать два процента. Что это такое? Это директорский уровень, где у тебя товарооборот совместный, групповой. Семь пятьсот баллов. Это в денежном эквиваленте получается двести пятьдесят тысяч денег, товарооборота. Но это не предел, это только директорский уровень. Вот. И чем больше у тебя товарооборот, и, соответственно, ты выходишь на директорский уровень, ты можешь уже открыть своё ИП и получать деньги на расчётный счёт. Вот. И чем больше у тебя товарооборот, и за доложный период можешь уже на директорском уровне на секундочку получать двадцать пять-тридцать тысяч рублей. в месяц за каталожный период. Неплохо? Я думаю, что неплохо. Каждые три недели. Каждые три недели. Да. Семнадцать раз в году компания выплачивает на расчёты. Каталожный период, да, у нас. Приравняется. Компания позаботилась просто, чтобы мы чаще получали деньги. Чтобы мы не двенадцать раз в году, как наёмники получают, как люди получают, а получали семнадцать раз в году. То есть она и об этом побеспокоила, чтобы мы чаще, больше получали денег в компании. Да, тем самым стимулируя нас этим. Так, что мы можем подходить на следующий слайдик. Да, да, да. Так, и вот мы подходим как раз такой той истине, благодаря чего мы зовём партнёров на восемь видов дохода. То есть все думают, что Арифлэм – это купля-продажа. Купил с каталожкой что-то себе там или ещё куча сумок, и ходишь по городу, и предлагаешь всем. Товарищи, это не так. Да, ты сегодня пошёл с сумочкой тяжеленной, а завтра уже ты, блин, подумаешь, а нафиг тебе и не нужно. Да, это хороший вид дохода для тех, которые… Вот им нужно вот эти денежки прямо сейчас. Ну, купил товар, продукцию Арифлэм, а я хочу сказать, что в компании Арифлэм достаточно хорошая продукция, уже не говоря о здоровом питании серии «Веллнесс», где там коктейльчики, мультивитаминчики для детишек и для взрослых отдельно, для женщин и мужчин. Вот. Но суть в том, что если тебе уже нужны прям очень деньги сегодня, ты покупаешь продукцию с 20% скидкой, ты накладываешься, с наценкой можешь продать «Все, у тебя денежки там, ну, я не знаю, в районе, несмотря на какую сумму у тебя продукция, ты можешь в месяц там 2-3-4 тысячи, ну, до 5 тысяч можешь заработать. Но еще раз вам говорю, что не зацикливайтесь на этом, потому что сегодня вы продавашки отличные, ну, а завтра, извините, вы будете так и ходить с этими сумочками». А у людей так останется этот негатив, что «Арифлэм» и только есть, то с большими торбами сумки, и все, больше никакого дохода нет, и поэтому все так негативно к этому относятся. Ну, да, испоганили просто ситуацию с этим маркетингом компании «Арифлэм», тем более. Еще, кстати, хотела добавить, что потому как ты будешь ходить продавать постоянно с сумками, ты будешь практически в том же квадранте «Р». Получается, ты будешь… Актив твой будет время потрачено на то, чтобы ты ходишь по каталогу. Хотя, конечно, люди умудряются и машины покупать на 20% скидку, то есть по каталогу зарабатывать 20% с товара. Но это сегодня ты ходишь, завтра у тебя нет здоровья, то есть периодически, и это очень маленькие деньги. То есть на выходе ты много заработаешь, заработаешь, но не… Мы приглашаем сюда не на такие деньги, мы приглашаем совершенно на другие доходы. Мы приглашаем людей на возможности покупать себе машины, квартиры, дома, путешествия, ездить, отдыхать со своей командой, с семьей. И, не знаю, в общем, все, что можно… Невозможно сейчас своему предоставить себе возможность какую-то даже мечтать об этом, не знаю, пароходе, яхте, вертолете. Это тоже компания «Рифлэйм» помогает тебе во дворе жизни. Возможно, это для кого-то покажется, это сейчас несуразно, но это есть, это правда. Это имеет место быть. Незнание закона не освобождает от их ответственности. Возможности есть, просто об этом мало кто знает. Если знает, то не все об этом, видимо, рассказывают. Если вот есть возможность, услышите, пожалуйста, у нас. Вот мы это видео как раз для этого и снимаем, чтобы вы увидели… Да, просто я думаю, что те люди, которые видят только вот цвет в окошке вот этот первый вид дохода, видимо, им вот эту саму суть идеи правильно не донесли, как бы, и не рассказали во всех возможностях, что рассказали только об одном виде доходов, которых есть в «Рифлэйме», их всего лишь восемь. Ну, это не предел, как бы, человек растет и видит для себя перспективы на многое и долгосрочно. А еще есть такая неплохая фишечка. Многие думают и рассчитывают на пенсию, а тут на секундочку, как бы, уже пассивный доход, где ты, кажется, ложный получаешь денежки, ну, соответственно, открывая ИП, и доход у тебя идет пассивный. А еще можно передать этот вид бизнеса по наследству, да? Да, номер можно подарить по наследству, дать, допустим, в пользование своим родителям, своим детям. То есть твой ребенок будет в будущем не нуждаться в деньгах, он не пойдет на наемную работу, ему не нужно будет присмыкаться перед начальником, у него уже будет под ключ бизнес, который он может владеть им. У нас есть компания «История» Томилы Полежаевой, она передала свой номер по наследству своей дочери, Снежане Полежаеву. И сейчас, на данный момент, Снежана Полежаева, так как мать была бриллиантовым президентом, компания «Рифлейн», она получает 3 миллиона каждые 3 недели. Я думаю, что это отличный бизнес, передать переходы на нас по наследству. Я думаю, что тоже. Она нигде не работает, она снимается в кино, и она официально заявляет, Снежана Полежаева, что таких доходов, как в «Арифлейн», она нигде не зарабатывает. А кино для нее, съемки в кино, это для нее просто хобби. Вот, пожалуйста, человек живет в свое удовольствие, потому что мама передала по наследству такой шикарный бизнес. Так, ну, давайте расскажем про эти 8 видов дохода. Первый вид дохода. Что это? Мы получаем продукцию с каталога, зарегистрировались, и получаем уже продукцию с 20% скидкой. Вот это первый вид дохода, то есть доход с продаж. То есть, допустим, если ты хочешь единовременно, быстренько заработать денежки, получаешь продукцию, и уже по каталожным, как получается, разница с каталога 20%, то есть ты получаешь это себе уже в карман. То есть заработок, пускай неплохой, но на выходе, сколько там, как мы говорили, неплохая сумма получается, но, опять же говорю, не зацикливайтесь на этом. Второй вид дохода, 20% скидкой, мало того, что мы покупаем, то есть экономим на этом. Ну, экономим, конечно. То есть, что я до этого говорила раньше, получаем, экономим. Нигде в магазине такой экономии нету, чтобы 20% скидочку сделали, да еще плюс потом далее поступили на кэшбэк. Ага, 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 правильно. Это читала. Это читала, это читала. Я сейчас запомню тогда, от 3 до 22% у нас идет доход с личного товарооборота. То есть мы, допустим, можем делать свой личный товарооборот и получать от 3 до 22% только на личных покупках, да. А четвертый вид дохода, от 3 до 22% дохода уже с группового товарооборота. То есть, когда у нас уже приходят активные люди, люди-потребители, то есть люди-продающие, которые мы создаем все вместе, не личные, я сама, а люди, которых я пригласила, мы уже собираем групповый товарооборот. И от этого тоже заработок идет. Получается доход от 3 до 22%. Расскажешь про премии, да? Да, расскажу. Смотрите. Самые вкусняшки – это достичь уровня директорского, потому что самое прекрасное и самое приятное – это начинается с директорских уровней. На выходе директорского уровня ты встаешь, ну, уровень, либо директор, либо, говорит, 22%, где у тебя товарооборот групповой 7,5 баллов – это 250 тысяч рублей. Вот, ты получаешь в чеке тысячу долларов. Тебя приглашают на банкет директоров, который постоянно проводится в Москве в Олимпийском. Вот, тебя прилюдно, ты в красивом наряде, официально тебя поздравляют все. Называют фамилию, да? Да, называют фамилию, как бы, и ты получаешь свой заветный чек в тысячу долларов. А еще продлили фишечку такую. В прошлом году было ровно 50 лет Арифлэма, и прослили на этот код в 2019-й. То есть на выходе ты получаешь свой чек тысячу долларов, еще плюс бонусом единовременно 50 тысяч рублей за счет компании. Круто, круто, круто. А можно еще сделать за год вообще несколько званий сразу открыть. То можно вообще собрать все фишечки. То есть можно собрать не только тысячу долларов, можно сделать за год люди делают по три, по четыре звания. То есть бонусом каждому званию по 50 тысяч. То есть, грубо говоря, по 150, по 200 тысяч дополнительно к премиям, к каталожным доходам. Представляете, круто вы заберете денежки. Кстати, можно еще сказать про ИП, когда у тебя на лицевом счете еще собираются деньги, там в районе 300 тысяч, когда ты выходишь на директоров, накапливается у тебя сумма вот как раз личных товарооборотов, из групповых товарооборотов. Вот у тебя как раз идет именно накопительный счет, который ты, когда открываешь ИП, забираешь, компания тебе поможет получать эти деньги на счет. Это где-то в районе, так на секундочку, около 300 тысяч, чтобы вы понимали. Да. На работе получает 300 тысяч бонусом. Нет. Да нет, я такого и не слышала нигде, ни практики. Вот. Просто сама идея того, что, мало того, что стань самим директором, и еще вырасти под собой директорские веточки. И почему говорят премия от тысячи до одного миллиона долларов? То есть, соответственно, ты выращиваешь под собой несколько директорских веточек, и, соответственно, получаешь высшие и высшие чеки до одного миллиона долларов, которые, уже есть пример такой у нас, Владимир Полежаев, который на уровне президента, и он получает каталожное. А, он получил даже, да, чек в один миллион долларов. С женой они получили Стамилы Полежаевы, он, получается, вообще, этот, топ номер один в мире, который дошел до уровня бриллиантового президента, со своей женой Стамилы Полежаевы, и получил от компании Арифлэйм один миллион долларов единовременную премию. То есть, это действительно есть, это запечатлен факт на видео, есть оно, да. В мире еще никто не достигал такого высокого уровня, как они. Ну да. Но людям такие деньги платят. То есть, компания готова своим дистрибьюторам которые делают товарообороты, создают директорские группы, платить даже миллион долларов в единое время. Я думаю, что нигде в мире таких заработков, наверное, нету. Даже в бизнесе, наверное, таких уровней нету. нету. Вот. А что у нас еще есть на директорском уровне? Мы можем участвовать в автобонусе. Что это такое? Это ты от компании участвуешь в автокредитах, берешь и компания за счет того, что ты у тебя накапливается это не автокредит, это автобонус. Автобонус. Да, на кредит. Люди до вас будут думать, что мы кредит. У нас нету, у нас компания и есть такой автобонус с уровня директора 250 тысяч, когда групповой товарооборот. Компания сотрудничает с авто такой автомобиль автобильный заводом или как это? Завод, да. Автомобильной маркой Skoda Robit, но она сотрудничает не только с ней, с BMW, с Lexus, с Volvo и Mercedes. Вот. Она на уровне просто директоров. Мы можем, если мы хотим, конечно, этот автобонус получить, мы идем в автосалон Skoda Robit и заключаем договор, в общем, подписываем, так как мы, получается, садимся на эту машину, но при этом компания выплачивает за нее ежекаталожно деньги. То есть мы ездим на ней, пользуемся этой машиной, но компания оставляет право за собой, она платит за нас деньги за эту машину. Но мы уже пользуемся. Единственная ремарочка на ней будет написана с буквы Ariflame. На всех машинах компании, которые подарят нам, у нас написано с буквы Ariflame, чтобы мы понимали, откуда машина. Да, и автобонус получится вот написано от 3 до 10 тысяч, это в зависимости, если ты при росте, если каталожно, у тебя будет от 500 и более баллов, то есть будет и выше автобонус за тебя оплачиваться. есть большие преимущества. директорский фонус, который мы сейчас дальше расскажем, это 7-й век и 8-й это путешествия и автоподарки. у нас есть да, у нас есть да, да, на уровне уже старшего директора, это когда под тобой одна веточка, директорская одна веточка, то есть ты уже получаешь чек на сумму 1500 долларов и попадаешь на банкет директоров на 2 персоны, то есть тебя также очень красиво, шикарно поздравляют. Да, да. Да, и ты едешь на личном лайнере на 2 персоны вне зависимости, ты берешь родню или там просто соседа, неважно кого ты там спутника выберешь, но на 2 персоны предоставляется тебе такая услуга. Вот, на уровне золотого директора, это когда под тобой уже выращено получается 2 директорские веточки, правильно? Ты идешь на золотую конференцию на одну персону, которая у нас проходила в прошлом году, где? В Мадриде, правильно говорили? У нас эта запись идет, мы проводим презентацию вдвоем и записываем по новой. Нас поддерживают. А там у нас вебинар уже начался 8 часов сегодня подрезан выступает. Подрезан и косим. Вот, то есть напомни, где у нас в прошлом году была золотая конференция, в Мадриде, да? Да, золотая конференция у нас была в Мадриде. И ездила наша команда вот с уровня золотого директора и выше. У нас директора наши все поехали на пятизвездочном лайнере в круиз и ездили на пяти странах мира. Турция, Греция, МИАС была, еще какая-то страна, забыла. В общем, у всех были персональные каюты, и причем там была зависимость как бы золотых директоров там свои были каюты, бриллиантов чуть-чуть выше. Кстати, хочу сразу заметить, что каждая конференция, которую организовывает компания на каждом уровне, она всегда повышает уровень твоего, ну, как сказать, приезда. То есть, например, если ты на уровне золотого директора, ты приезжаешь на уровень, ты посещаешь VIP-уровень, а если ты на бриллиантов, то у тебя там еще выше, там супер VIP-уровень. Это для чего делается? Для того, чтобы компания делает так, чтобы у тебя повышался твой уровень, скажем так, желаний, и больше уверенности было, что ты сможешь этого достигнуть, и у тебя появилась больше мотивация на этом. Вот. Плюс то, что там сообщество людей, единомышленников, которые находятся на определенной однодрайве, на одной энергетике, там очень много зажигательных вечеринок, мы обязательно скинем видео, как люди, наши топ-лидеры проводят время на этих лайнерах, круизах, конференциях, это шикарно вообще проходит. Это совершенно другой мир, это совсем другое измерение, правильно сказать, нашей конференции, наши события, наши банкеты, это другая жизнь, правильно сказать, это вход в другую жизнь. Так, дальше мы поднимаемся, мы хотим больше денег зарабатывать и соответственно уровень свой поднимать, а для этого нужно нам все больше и больше поднимать, взращивать директорских веточек, и когда у тебя уже на выходе 4 директорские веточки, ты устаешь на уровень саппирового директора, правильно? и получаешь чек в 4 тысячи долларов и опять же попадаешь на банкет директоров в золотую конференцию на две персоны. Круто! Да, круто! Ежекаталожно ты получаешь на выходе 100-120 тысяч ежекаталожно. Пассивный доход, чем вам не шикардо? Вот. Бриллиант директора у нас получают даже больше 250 до 250 до 300 тысяч каталог и плюс 6 тысяч долларов от компании, плюс золотая конференция и автоподарок. Это уровень, уже на этом уровне ты получаешь автоподарок премиум-класса, то есть машину, уровень Mercedes, BMW, Volvo, Infiniti, Lexus в автосалоне ты выбираешь стоимостью 2 миллиона 150 тысяч. Если, допустим, еще компания оставляет за собой право, если человек хочет получить дороже машину, например, 2 миллиона 600 тысяч, то компания платит достаточную сумму с тобой напополам. Грубо говоря, если тебе 600 тысяч доплатить, на 300 тысяч платит компания, а 300 тысяч платишь ты лично. Всего лишь. вот, и эта машина уже в лизинге, то есть выплачивает компания за тебя сама, ну а ты уже пользуешься на ней, едешь, выезжаешь с автосалонной и пользуешься всегда. У нас есть уже много, в нашей команде очень много есть лидеров, которые получили уже по программе машины. Например, в Бербаоле очень часто едет на машинах Volvo, BMW, так что мы вас приглашаем на такие прекрасные, замечательные подарки, возможности, путешествия, конечно, кто кого чего мотивирует, будущее своих детей обеспечить, возможность поучиться, у нас, например, есть лидеры, которые своих детей, своего ребенка, они отправили в Гарвард. я не думаю, что каждый человек себе может позволить обучение в Гарварде. Топ-лидеры наши могут получить такую возможность, они себе организовали, и их дочь учится в Гарварде, она, по-моему, была как раз прошлым летом. Вот что дальше у нас? А, тут мы междуразничную эту самую расскажем, да? Межпроцентная, да, разница? Да, вот на 22% у нас получается под нами директор, и мы получаем от него всю нашу сознательную жизнь 5%. Например, мы находимся на 6%, а под нами тоже находится консультант 6%, мы получаем 16% межразничная. Это все фактически межразничная у нас получается процентовка, да, вот это от 3% у нас получается 19%, от 12% 10%, от 9% у нас 13%, от 15% у нас получается 7%, а вот интересно, конечно, получать директорский бонус. Сейчас как раз Резина расскажет на следующем слайде, как это красиво выглядит. Это как раз о том, что мы говорим о индивидуальном доходе, это доход, который будет нас кормить всю нашу жизнь и наших детей. Да, я уже сказала, что самое классное это стать на уровень директора и взращивать директорские веточки. Чем это выгодно и классно? Получается, что под тобой взращена директорская веточка и товарооборот получается более семь с половиной тысяч баллов, то есть ты уже с этой суммы получаешь пять процентов, а нет, не семь с половиной баллов. Да, уровень семь с половиной баллов у них. То есть у тебя находится в первом уровне директор и ты получаешь пожизненность всю жизнь от него пять процентов. Пять процентов от его товарооборота его директорской группы ты получаешь. Да, втором уровне то есть получается уже веточки директорские и ты с них получаешь и с их товарооборота два процента. То есть всю жизнь, да, и так до шестого уровня, где-то в глубинке, где ты никогда их не видела, в лицо не работало, но ты получаешь из этого шестого уровня на секундочку 0,06-25 процентов. Думаете какая-то там маленькая сумма, но извините там их товарооборот и с этого товарооборота соответственно платится эта процентовая разница. Чем вам неплохо? То есть мало того, что со своего уровня товарооборот и получается до глубины шестого уровня ты тоже получаешь такую же сумму, не такую же, в смысле сумму определенной в размере вот 0,06-25 процентов товарооборота. это говорит о том, что вот как раз о резидуальном доходе. Что такое резидуальный доход? Это доход ни в каком бизнесе такого дохода как такового практически нет. Есть только в бизнесе, есть только в инвестициях такой доход. То есть ты один раз вкладываешь, если в инвестициях ты вкладываешь деньги, да, и этот доход результат кормит тебя всю твою жизнь. Ты на это не работаешь, ты не стараешься, не тратишь уже время, силы свои, но при этом этот доход, который за однажды проделанную работу, всего лишь потраченное время. Тебя кормит всю твою жизнь и кормит твоих детей. Детей, родных, близких, кому ты передашь по наследству. Это очень важно, почему и мы призываем идти к этому виду бизнеса мульти-левел маркетинг, потому что именно только в сетевом маркетинге мульти-левел маркетинг есть вот такой резидуальный доход, о котором мечтает наверное каждый квадрант R, B и тот же самый у нас R, B и C. Это инвестиционный доход получается у нас мы прорабатываем это работаем только на том, чтобы мы потратим свою энергию на то, чтобы создать директорский уровень. Самые большие доходы платят в компании Reflame за директоров. Самый высокий доход платят только за директоров. Поэтому мы призываем вас создавать директорские группы. Приходить в компанию работать создавая директорские группы. Называется приди помоги себе и помоги своим тем людям которым ты хочешь помочь позови их сюда. Помоги людям шестерых которым ты хочешь помочь. Если есть 12 помоги 12 людям чтобы они получали здесь доходы. По сути очень честный и прозрачный бизнес. Когда человека приглашаешь и человеку даешь возможность зарабатывать и при этом если он зарабатывает то ты автоматически тоже зарабатываешь. очень все честно и понятно. Заявите тех людей которым нужна помощь финансовая помощь. Ответили на все пять вопросов в чем смысл этого бизнеса откуда здесь деньги что у нас было еще там пять вопросов откуда здесь деньги что нужно делать кто будет помогать и что в результате на пятый вопрос я думаю мы ответим тоже кто нам будет здесь помогать кто нам здесь будет помогать Резида будет помогать наш спонсор спонсор это не тот как все думают директор который указывает что тебе делать а спонсор это наставник прежде всего помощник и он будет помогать во всех своих начинаниях до того уровня когда ты сам уже не когда ты встанешь на тот уровень когда будешь строить свою веточку и сам уже будешь общаться со своей командой то есть ты уже будешь зрачить но даже если у тебя будут какие-то возникать вопросы все равно спонсор тот же наставник будет все равно тебе помогать потому что ему выгодно соответственно чем выше у тебя уровень тем соответственно поднимается твой спонсор и так же получается когда ты зарабатывай когда ты научился и донес до себя идеи все его бизнеса то есть зарабатывает твой спонсор когда ты уже понял идею и уже объясняешь своим партнером и они то же самое делают зарабатываешь уже ты получается совершенно верно ну и что я хочу сказать что мы зовем в нашу команду людей которые хотят изменить свою жизнь изменить свое финансовое положение хотят путешествовать по миру получать хорошие доходы и при этом очень хотят сильно развиваться то есть саморазвитие это самые главные критерии который помогает именно здесь в сетевом маркетинге менять внутренние свои ощущения вообще по отношению к миру саморазвиваясь ты точно такие же находишь людей единомышленников и круто ты с ними путешествуешь встречаешься на конференциях проводишь с ними встречи это замечательный такой мир в котором люди живут и думают совершенно по-другому нежели в мире где люди друг другу завидуют мы призываем людей прийти в наше сообщество и присоединиться к нам к людям которые хотят быть успешными и хотят быть как сказать в энергетических ресурсных таких состояниях получить прежде всего финансовую независимость совершенно верно я завершаю тогда запись спасибо спасибо